Особое мнение на 101FM Юрий Львович, опытный медиа-менеджер, понимает, чем может неосторожное слово обернуться Хорошо, вопросов от слушателей, к сожалению, для нашего гостя сегодня не предусмотрено Потому что наш сайт эхакирова.ру переезжает на новую платформу В связи с этим со вчерашнего вечера мы как-то стараемся не трогать администрирование этого сайта Но я думаю, что наших вопросов хватит Юрий Львович, несколько тем, я не знаю, с чего хотите начать С детей, с космоса, с культуры, с дорог У нас главное событие, наверное, открытие детского космического центра Хорошо, давайте с него Сегодня в 11 часов перерезали ленточку Здание на... Наконец-то состоялось Да, наконец-то Строили, строили, наконец-то построили, несколько лет Красиво и хорошо, наверное, построили 360 миллионов рублей Ну, это тоже неплохо, что мы освоили федеральный денег, такую большую сумму Это дало нам налоги, дало работу Самое главное, что в городе появится планетарий Так, подождите Считаю, что это очень такое значительное событие для школьников Может и взрослым удастся там побывать Потому что наличие планетария, это достаточно интересный, хороший повод посещать это здание Таких планетария, на самом деле, в нашей стране очень мало Обещали, что он будет суперсовременный какой-то просто Я думаю, что там хорошего уровня телескопа просто будет стоять И так как все же у нас, мы будем надеяться, что не всегда будет так пасмурно И будет светить солнышко Или, по крайней мере, не будет облаков То мы сможем посмотреть очень интересную нашу Вселенную Весной и летом, по крайней мере, будет возможность, я думаю, ясное небо увидеть, в том числе и звезды На связи мы бывали с ясным небом, такое же тоже было раньше у нас Ну вот смотрите, я помониторила, что сообщают наши коллеги пока по поводу детского космического центра Входной билет от 150 рублей для детей на экскурсии Если без экскурсии, то 100 рублей Для взрослых билет 200 рублей, билет в планетарии тоже 200 рублей На сеанс, который длится 45 минут В принципе, вполне себе подъемные деньги Ну да, сравнимо с посещением кинотеатра В утренние часы или детского кинотеатра Вполне подъемные, конечно, мы понимаем, что нехватка денег в нашем регионе, она ощущается И те мифические средние зарплаты, которые мы должны получать, они отсутствуют Будем говорить честно Но хотя некий рост он и наблюдается Но вместе с этим наблюдается вне зависимости Почему-то от инфляции рост у нас ценно продукты У нас повышаются тарифы Мы видим И это, конечно, приводит к тому, что Обеспечивать своих детей Пенсионеров и другие категории населения Становится все сложнее и сложнее Ну, в общем, будем надеяться Будем надеяться на то, что в Планетарии будут еще, может быть, и групповые скидки Какие-то предусмотрены для посещения школьниками И пенсионеров И пенсионеров Вот это, кстати, отлично Вот в Планетарии-то, конечно, хотелось бы сходить Я всех слушателей отправляю на нашу страничку ВКонтакте Где коллеги оперативно выкладывают фотографии Там же еще космическая станция, макет есть Тоже достаточно интересно Вот я вижу скафандр космонавта На фотографии в нашей группе ВКонтакте Прекрасный совершенно скафандр А рядом с ним грустный Владимир Мединский И опрос Ну, это такие, которые на Арбате продают Почему вы думаете? Нет, я веду скафандр А может, его подарили просто нам кто-нибудь, нет? Нет, нам, конечно Я веду городу, музей подарили, конечно Даже не сомневаюсь, что его подарили В общем, позитивные события Несмотря на все перипетии и большие деньги Которые были затрачены Некая неклассная работа Все же будет налажено Я очень надеюсь, что там будут работать При этом учреждении и кружки Которые смогут посещать наши молодежь, школьники И будет достаточно активная жизнь там проходить Потому что вложив такие средства Хотелось бы получить соответствующую отдачу От этого здания Ну, то есть, чтобы не только развлекательная функция была Но еще и какая-то там образовательная Да, познавательная и проще Я думаю, что это будет в приоритете этого помещения Хорошо, Юрий Львович Слушайте, а вот незадолго до открытия космического центра Появлялась в городе информация Ее, правда, опровергали активно По поводу того, что космический центр Не будет использоваться по своему назначению Детский космический центр Откроется Вместо него школа Потому что школ в центре города не хватает Все-таки хорошо, что детский космический центр А не школа? Ну, то, что школа нам нужна, понятно Но то, что есть космический центр Это очень хорошо В первую очередь, то, что там будет планетарий Слушайте, тут областные власти на него возлагают Такие надежды Это будет объект, который будет привлекать в Киров туристов Как вам кажется? Ну, по крайней мере, из районов области Это точно будет он привлекать А будет ли население всей России ездить сюда Ну, это покажет работу самого центра Ну, и соседних может быть регионов И соседних Я думаю, что некие туры будут организовывать Есть смысл организовывать И достаточно интересное место Оно, во-первых, уникально по сравнению с другими местами В ближайших регионах И если правильно все будет налажено То это привлечет внимание Я вот смотрю И, собственно, своих коллег Бывших опрашивала Кто работает в других городах Не очень далеко от Кировской области В сфере туризма, например Говорят, что да Киров действительно в некотором смысле Привлекает вот такие родительско-детские группы Потому что динопарк Теперь планетарий И я так понимаю, что тихонечко-тихонечко Без Никиты Белых Мечта Никиты Белых Сделать извядки территорию детства Все-таки чуть-чуть довоплощается Ну, будем говорить Что территория детства И семейные отношения Браком у нас сейчас И Илья Вячеславович Да, да Попросил принять меры Разработать пакет Это ведь он вас попросил, депутатов Разработать пакет документов Для сохранения семьи Да, потому что ситуация достаточно неординарная Для города нашего и области Превысило количество разводов Число заключенных браков Так что этим будет заниматься И очень хорошо, что глава администрации Обратил на это внимание Соответственно будут развиваться Какие-то проекты интересные Для того, чтобы Изменить эту ситуацию Ну, понятно Я-то вот все думаю Все-таки в сторону материального Какого-то Мне кажется, если молодым семьям Начать помогать И разрабатывать законопроекты Ну да, понятно, что Именно финансовую Какую-то подростку снимут В моем понимании Играет экономическая ситуация Сложившаяся в регионе Ну, мне тоже так кажется Многие, наверное Кто-то на заработки уезжает Меньше влияют на эту ситуацию Так, ладно, хорошо К вопросу школы мы переходим Буквально Больной вопрос Буквально Буквально Два часа назад Студию нашу покинули Представители Детской спортивной школы Номер 4 Которая находится На Воровского 74 И, видимо, находится В последнее уже время Да, потому что предполагается Что Дюз 4 Переедет на счет 135 Я так понаслышке слышал Юных хоккеистов Перекинут в Союз А вместо спортивных школ И учреждения дополнительного образования Там Минобор Въедет туда школа Изначально предполагалось Что 24 Теперь говорят 51 Да 24 Я так думаю Что остается пока Временно на своих местах Я так понимаю Что родители были против С неким благоустройством Тех помещений Которые они занимают Я присутствовал На двух собраниях На встречах с родителями Хотя даже предлагалось Там С помощью транспорта Помочь По доставке детей Но как-то Не очень родители На это все реагировали Не верили в то Что это может быть выполнено Хотя я считаю Что это вполне выполнимо И администрация города Была бы справилась За этой задачей Но это ведь Предлагали как временный вариант Насколько я понимаю Ситуация в моем округе Не намного лучше На самом деле А ваш округ Давайте мы слушателям Напомним Да От Сидоровки До Гнусина Это очень большая Нет ну давайте От улицы Ленина В сторону Куда В Заречную В Заречную Это КМДК Это Верестники Это Коминтерна Это ДСК Так далее Это Озерки Слушайте А у вас-то там А у вас-то там чего У вас У вас только начинается Еще плотная застройка Нет там уже На самом деле Очень сложно Ситуация со школами Я очень сожалею Что школа в районе Долгушина Строительство Не открылось Хотя было много Обещаний Что в 2018 году Она будет заложена Я так сейчас понимаю Раньше 20-го года Это не произойдет Потому что Из тех федеральных денег Которые я видел Что поступили в область Уже Будет строительство Уже все растащили Да Будет Ну в смысле Но я думаю что эта программа Должна Мне кажется Расширяться И вот в результате этого Может быть Немного ускорим Потому что проект типовой Есть Существует Самое главное Что есть место Где строить школу В отличие Вот От центральной части Первомайского района Считаю что Большая ошибка Администрации города Когда Место На углу Улицы Ленина И Розы Люксембурга Отдали По строительству Непонятного Многоэтажного Здания Это мы сейчас Вознесенский Имеем ввиду Который Ленина 31 Который напротив Ленина 20 И еще какое-то Новое здание Которое будет строиться Вот это Которое сейчас Не до строй стоит Да Ну в свое время Много было шума Конечно По этому поводу Ну вот Я думаю что Ситуация Если на улице Профсоюзной В Овраге Будет построена школа То ситуация Улучшится Конечно Значительно В этом районе Потому что В центральной части Уже и некуда Негде практически Строить И Много первых классов Загрузка в школах Очень высокая Когда Вторая смена Занимает Более 40% Какие рамки Юрий Львович А вот такой у меня вопрос Смотрите Если возвращаться Тяжело учиться И преподавать тяжело Все сказывается Всем тяжело Да Это сказывается На здоровье детей Что самое И на здоровье учителей Психологическом Как минимум тоже Юрий Шлемензон Депутат Кировской Городской думы В нашей студии Мы тему со школами Не закрываем Вернемся к ней После небольшого перерыва Депутат Кировской Гордумы Юрий Шлемензон В нашей студии Мы продолжаем Выслушивать Его особое мнение Еще таки Возвращаясь К ситуации Со школами Вот хотела О чем вас спросить Все таки Вот это здание Воровского 74 Вокруг которого Столько сообщений Информационных Да И бои уже Даже настоящие Разворачиваются Как вам кажется Вот это решение Проблемы Радиообразовательной школы С большим количеством Учащихся Да Условно говоря Ну не то чтобы выкинуть Да А переселить Может быть В не совсем подходящие условия Дополнительные Да Учреждения Спортивные школы Там Ну не важно Могут быть кружки какие-то Все что угодно Вот это вообще Нормально Или ненормально Ну Ненормально Во-первых Что у нас не хватает Школ и детских садиков Ну это да Ненормально Ну я думаю Что администрация Просчитывала Все риски И пришла К тому Оптимальному решению Которое может существовать На данный момент Ну смотрите С борцами Ничего хорошего Понятно что нет И в администрации Там достаточно неглупые люди Они тоже это понимают А у депутатов Городома Как-то повлиять На эту ситуацию Есть возможность Или нет На уровне А надо ли на нее влиять Исполнительное власть Решение принимается В обратном В смысле Отыграть Да Нет Но я не думаю Что тут имеет смысл Отыгрывать Я так поняла Я думаю что 51 школа Более тяжелая ситуация Чем С размещением Спортивных секций Хотя Это очень тоже Может плохо повлиять Потому что мы понимаем Что секции Очень привязаны В большинстве своем К месту жительства детей Ну и Те варианты Которые я слышал Я не могу уверять Что они там В действительности состоятся Это не такое уж Большое перемещение А дети О условиях Мы не обсуждаем Школа Школа детская Спортивная Номер 4 Предложено ей Приехать Как я понимаю В Чурса 35 То есть Воровскому 74 В Чурса 35 По улице Попова Можно доехать Там ходит Пятый троллейбус По-моему Не будут Такие же условия Для занятия Не будут Не будут Потому что Говорят что Значительно меньше Помещения В 5 раз Мы же видим Что у нас Меминизация Затрат на спорт Просто катастрофическая И это приведет К очень нехорошим Последствиям Я думаю что Как федеральная власть Так и местная Власть Одумается по этому вопросу На детский спорт Все же будут выделяться Те деньги Которые необходимы Ну по крайней мере Чтобы это Не погибло Они так Терепалось Туда-сюда Тут мне кажется Даже не в деньгах Дело А дело Именно в помещении Вот мне интересно Неужели у города Мы же вот тогда Разбирали эту тему По аренде И продаже Муниципального имущества Неужели у города Нет помещений В которые может Эта школа переехать Скорее всего нет Потому что Было бы Предложен был бы вариант Да конечно Ну печально Я видел списки Этих зданий Которые там Предлагаются Или в аренду Или на продажу Ничего хорошего там нет Да Не осталось Вот тогда Наверное Все разобрали Хорошее Юрий Шлемензон Депутат Все равно Никакая специализация Должна быть Здания Под такие вещи Ну разумеется Да нет Подождите Спортивные Если секция открывается Там так То ведь и вентиляция Должна быть предусмотрена И все что угодно Душевые И душевые Конечно Потом это же дети Там наверное Какие-то строгие Юрий Шлемензон Депутат Кировской Городской думы В нашей студии Какая-то печальная У нас складывается Картина Ну хорошо Зато солнышко светит Мы перейдем К теме дорог Сейчас Юрий Львович Вы я так понимаю По-прежнему Являетесь членом Группы общественного контроля За качеством Ремонта И содержания Дорог Ваши коллеги По рабочей группе Недели три назад Начали поднимать Вопрос О том что Готовится в Кирове Аукцион На ремонт дорог Дележку так называемого Дорожного миллиарда На самом деле Там побольше И будет там Два крупных лота Маленьких лотов Как в прошлом году Было Не будет совершенно Ну так В рамках закона Там 15% Положено Выделяем Ну то есть они отдадут Субподрядчикам Я так понимаю Ну я думаю Что там не только Эти 15% Еще придется отдавать Потому что Уси Сил у организации Не хватит Мы же видели Альпи входила Московская Все на субподряде Было ГДМС Своими силами Большей частью Справлялся Вято Автодор Еще по-моему Да У нас заявлял О желании Принять участие Нет У нас многие У нас Слободского АБС работала Великий Тигран Работал У нас Разные работали Ну я так понимаю Что в прошлом сезоне Были меньше лоты То есть Тигран Великий И сейчас говорит Что мы готовы бы взяться Если был лот Миллионов 200 Ну они наверное Попадут на суд подряд Где-то Потому что ФАС Отклонил Те Запросы Которые были По От общественников Нет Нет От общественников Другие организации Подали Сколько я знаю Даже иногородние Которые Жалобы Да Жалобы подавали Все признано Законом Ирина Фуфачева Очень подробно На Рабочей группе Объяснила Чем мотивирована Хотя Она тоже знает Что судебная практика По этим вопросам Очень различается От региона От одного К другому Не все идут По пути Укропнения лотов И Судебная практика Там Отменяет Такие Показывает Что были отменены Такие Тендеры Вот смотрите Есть опасность Мы тоже ее обсуждали Уже в этой студии С разными экспертами Опасность в том Что если Будет Отменена Вот эта вот История С двумя лотами Надо будет Формировать Новые задания Правильно На конкурс Сейчас она уже Не будет отменена Потому что Нет заявителей Которые требуют Ее отмены А подождите А разве не хотела Рабочая группа Или кто-то из Других контролирующих Товарищей Обращаться В центральную Антимонопольную Службу Пока такой документ Не создан Поэтому Пока нет Ну то есть Наша фаз признала Законным Следовательно Завтрашний аукцион Тоже будет законным Ну и Можно и После аукциона Еще подавать Попробовать Оспорить Конечно Такие случаи были И Оспаривались Но к сожалению Дирекция дорожного хозяйства Пока не называет Участников Завтрашнего аукциона Тех кто заявился Да Даже участники Не знают Обычно Сказали что заявка Есть И заявка Заявки есть И заявка Не одна Ну мы понимаем Что вот Когда работают С крупными лотами Конкуренция Снижается Поэтому Минизация Цены не произойдет Практически То есть в прошлом году Я напомню За счет Эти торгов Сэкономили более 100 миллионов Комсомольскую На эти деньги Ремонтировали И другие Люки Облагораживали Выпиливали Так А зачем Тогда Вот администрация Все таки Выбрала Такой путь Два крупных лота Я думаю Что это Больше связано С гарантийными Обязательствами То есть Чтобы всегда Была крупная Компания Которая никуда Из Кирова Не денется И которую Можно предъявить Я думаю Что они рассчитывают На работу И заявки Будут выиграны Местными компаниями А если нет Тогда существует Закон Российской Федерации Который будет Действовать На территории Всей Российской Федерации А где мы потом Будем искать Эти компании Вот я так понимаю Что с агентством Развития Перспективных технологий Не все понятно Как они будут Доделывать То что не доделали В прошлом году Где мы их Искать то будем Ну у них же есть В Москве Периодические Вы думаете Ради нескольких Ямок Которые надо Заделать Они в Киров Поедут Ну почему нет Ведь в результате Могут накладываться Штрафные санкции Не маленькие А ну то есть И на штрафы Мы потом Кого нибудь наймем Кто заделает Ямки Я вот не знаю Я вот не знаю Кстати Исполнение Гарантийных Обязательств Компании У нас 4 года Обязательства 4 А вот если мы Привлекаем Других людей К исполнению Гарантийных Обязательств Они вот Та компания Не может Не вернемся Завтра Уехать Обанкротиться Все же бывает Бизнес Главное Что снижается Конкуренция Это плохо Не сэкономим Я думаю Что практически Не сэкономим Завтра надо будет Посмотреть Все таки Чем в итоге Закончится Вся история Я так понимаю Что есть все таки Возможность еще протестовать У общественников Ну и только у общественников Я думаю И участников И участников Есть Так Такие Юридические возможности Конечно есть А вы не знаете Кто-то собирается Как-то вот Нет Не в курсе Хорошо Юрий Львович Расскажите Тогда чуть-чуть Попозже Потом все расскажу Отлично Хорошо Ловлю на слове Но у нас остается Три минуты На самом деле До большой рекламы Я предлагаю Сейчас сделать Рекламную паузу Просто немножечко Пораньше начнем И вернемся Особое мнение На 101FM Юрий Шлеминзон Депутат Кировской городской думы Председатель наблюдательного Совета телекомпании Гран-ТВ В нашей студии Мы продолжаем Особое мнение Переходим Юрий Львович К теме благоустройства Любимая наша тема Очень важная тема Очень важная тема Нет Ну кроме шуток Правда же Начать я все-таки Хотела бы конечно С опроса Который Провел Вятский государственный Университет Опрос На тему Насколько Киров Современный Комфортный И безопасный Город для жизни Мы более подробно о нем Еще с представителями ВОЗа поговорим Ну сейчас вот такие Прямо исходные данные Более 1800 человек Ну да Очень серьезная выборка Голосовала Это много Это очень большая выборка Нет Вы не шутите Это много Не шучу Конечно Это очень много У нас в СОМ Проводят по стране А просто 1600-1400 человек А тут в Киеве А мы на регионе 1800 Это очень В общем да Хорошо Большая выборка Солидная 1812 человек 113 Вопросов Касающихся Качества и комфорта Жилья Безопасности Экологии Удовлетворенности Работы организации Социальной сферы И культуры В общем множество всего Вот Какие результаты Респондентов попросили Составить Ассоциативный портрет Кирова Негативные характеристики Которые люди значит Озвучивали Грязный Непопулярный Тусклый Позитивный Спокойный Безопасный Добрый Вообще надо сказать Что безопасность В городе оценивают Достаточно хорошо То есть 48 процентов Судя по результату опроса Криминальную ситуацию Считают спокойно То есть почти половина Да Ну с дорогами С безопасностью На дорогах Немножко хуже Там все Ну у нас чем лучше Стали дороги Тем у нас К сожалению Безопасность На дорогах Ухудшилась Это вот такая У нас получилась Смертность У нас появилось Больше количества Наездов На пешеходов Это из-за Неорганизации Дорожного движения Я думаю Что та программа Которую сейчас Городские власти Прорабатывают По организации Дорожного движения Через Несколько лет Да Свой результат То есть мы Восстановим дороги Я надеюсь Так как имени должны быть У нас будут Правильно оборудованы Пешеходные переходы У нас Кардинально Изменится Ситуация С освещением Дорожного полотна Потому что Она Ну ни в какие рамки Не входит Я вам должна сказать Что вообще С освещением В городе Все плохо Очень тускло На самом деле Всего два города В стране видел Где Одностороннее освещение Дорог Особенность Кирова Что у нас Если вы видели Солбы Чаще всего Находится С одной стороны Дороги Я даже вам могу сказать Я видел Что столбы Находятся с двух сторон Но включают Почему-то Только одну Да И такая ситуация Есть У нас В большинстве мест Неэффективные лампы Которые Еще и энергоемкие Очень сильно То есть Город не экономит На освещении Да Ну я думаю Что период Лоббирования Энергетиков Заканчивается В этом вопросе И мы получим Новые лампы Которые будут Повышать освещенность Потому что У нас был период Когда пешеходные переходы Где был Особенно Высокий Детский Травматизм Практически Нормативы Были там Нарушены В 12 раз И В той программе Где были В срочном порядке Изменены Условия освещения Во первых Травматизм Снизился И освещенность Там выросла Сразу В несколько раз До 2 и 5 А энергопотребление На этих пешеходных Переходах Снизилось Ну раз в 5 Я вам скажу Я вот сейчас Боюсь Может быть я Немножко ошибусь В цифрах Я неделю назад По-моему Видела эту информацию В Москве За последние 10 лет Освещенность улиц Выросла на 40% Ну это заметно Когда вы едете Стало ярче Это не только За счет рекламы Конечно Ну хотелось бы Ну меняют Я посмотрел Как практика Я был недавно В Москве Видел презентацию Мэра города Ярославля Ну там очень кардинально Тоже изменилась ситуация По освещенности А что они там сделали То есть они просто Вот светильники меняют Или какие-то дополнительные Ставят еще источники света Они делают все Как должно быть Вот если у них происходит Ремонт дорожного полотна Они ремонтируют в год Не 100 километров Как у нас А всего лишь 50 Но С полной перекладкой Коммуникаций С полной Организацией Пешеходных переходов С полной Организацией Светофоров Постановки С ограждениями С Как она называется Правильно Разметка Делается пластиком Ну понятно Что это Период эксплуатации Такой дороги Значительно возрастает И дальше Муниципалитет Тратит меньше Может в Ярославле Просто ситуация была Получше чем в Кирове Ярославле Четыре часа до Москвы Все таки Ну как И что А вы в Московской области Бывали Бывало конечно Мало того я там жила В некоторых населенных пунктах Типа Подольска В некоторых Ну Подольск это Еще ничего Еще ничего А там не лучше чем А края на Подольске Я вам скажу Там знаете Такие колдобины Да Там не самая радужная ситуация Не лучше чем В общем делать надо комплексно Делать надо комплексно Да Лучше меньше Ну вот подходы Это озвучивал И Шульгин И губернатор О том что Благоустройство Части и города Надо проводить комплексно Поэтому вот та программа Которая Уже начала работать О нашей Прекрасной среде Да Это формирование Комфортной городской среды Вы про нее Да Заметно что Население очень Активно откликнулось Очень много заявок Я знаю что По Первомайскому району Было подано Более 12 тысяч Заявок Вот в микрорайон Только Озерки 6 тысяч заявок Подал А чего им там Там в Озерках не хватает У них новый микрорайон Ну вот не хватает Они хотят Обустроить территорию У них там наверняка Застройщик И что-то хорошее сделано Ну он старается делать Но еще немного Сделал Там есть что делать Там очень инициативные люди Они создали ряд проектов Там есть школьники Которые создают проекты По благоустройству И презентуют их Там где есть возможность Это сделать Я думаю что вот Завтра Если я не ошибаюсь В здании администрации Будет обсуждение Проектов Именно Первомайского района Проходить Нам говорили Да Я думаю что Соберется Много людей Для того чтобы Принять участие Ну и когда У нас наступит 18 марта Когда мы будем Выбирать не только президента Да Мы будем Голосовать За те Вещи Которые Предлагаются И я думаю Что это Так как программа Рассчитана не на один год То эти все проекты В дальнейшем За пятилетку Войдут В строй Полностью Притом Голосовать могут уже С 14 лет Граждане наши То есть школьники Те которые делают Проекты по благоустройству Они тоже смогут Они примут активное Я думаю Участие В голосовании А вы будете как-то там Следить Наблюдать Активировать Не знаю Там Призывать людей Голосовать Вот мы просто задавали Этот вопрос Представителям Городской администрации На участках Будут ли с людьми работать Ну я не знаю На счет участков Проходили вот В последнее время Общественные советы Которые существуют В разных микрорайонах Вот Говорят В 14-м округе Если туда Вечером приходило 60-ти До 70-ти И более человек Ну у вас активные люди Да У нас очень активные ТОСы Они вообще молодцы Там Организаторы И население Достаточно активное И обсуждались Вот эти проекты Я думаю Что и так же Активно пройдет И голосование По этим проектам Потому что Заречная часть Будем говорить Хотя там и ведутся Много уже В последнее время Работ Но она Более запущенная Чем центральная часть города Люди должны жить Одинаково В комфортных условиях Что КМДК Вересники И улицы Я не знаю Зачем в Коминтерне Места для отдыха И скверы Там лес рядом Лес надо чистить И очень Озабоченные местные жители И они организовывают Субботники Даже периодически От валежника чистителя Или от следов Пребывания туристов И туристов И строителей И других всяких Организаций Потому что Несанкционированных Славок тоже достаточно много Наши граждане Не очень любят Места там Где живут Есть такие И засоряются Поэтому Места для отдыха Надо благоустраивать С ними надо Постоянно работать Тогда будет приятно Там находиться Ну вот я хочу сказать Что активность Очень высокая В этом районе Граждан Я надеюсь Что Власть Это видит И средств В помощь Организации Этих вещей Не только От федеральных программ От местных властей Будет дополнительно Передаваться Для работ И тогда Отзывчивое население Этого микрорайона Сможет сделать Очень много Помощи Городу Ну Чтобы у людей Была возможность Жить в комфорте Отдыхать в комфорте Да И работать в комфорте И работать в комфорте Ну вот смотрите Кстати К вопросу об отдыхе Об отдыхе Возвращайся К культурному отдыху К опросу Вятского госуниверситета Для меня например Да Вот открытием стало Что Оказывается Оказывается Наши жители Очень активно посещают Учреждения культуры 33% респондентов То есть третья часть За последние 3 месяца Посетили кинотеатр Хотя бы раз 22% театр Или цирк 11% музей 11% филармонию Или костел При этом работой Вот Довольны Учреждения культуры Наших Люди довольны Там от 57 Ну от 30% Ночные клубы В Кирове Я не знаю Они еще остались Вот Есть конечно Что-то есть До 75% Работы кинотеатров Вот знаете Для меня это удивительно Мне казалось Что на такие На такие вот Досуговые вещи Наверное Деньги тратят По остаточному принципу Оказывается нет Ну во первых У нас Надо сказать Цены на эти вещи Достаточно По сравнению с другими городами Где бывают Более доступны Ну то есть Билет в городе Москва Кинотеатр Примерно в два раза Дороже чем Рублей Рублей 500 наверное 560 и далее Качество наших кинотеатров Улучшается Те преобразования Например в колизей Которые произошли Да Жан Моля Достаточно удобный Комфортный кинотеатр У Глобуса Тоже достаточно удобный Кинотеатр У смены своя специфика Там дети Да Ну и вообще Ну и только дети Там и другие фильмы И издания симпатичные И места хорошие Люди которые Обслуживают Это тоже достаточно В общем это не реклама Сейчас была В коем случае Какого-то одного Конкретного кинотеатра В общем они Стараются следить В этой части да Доступность Вполне Меняемая Обслуживание Тоже на уровне В этих местах А в театрах? А в театрах? Ну с театрами у нас С нашим большим Драматическим Постоянные сложности Да У нас постоянные сложности Ну конечно Вложение В эти средства Которые он существует Но это ненормально Он не может Когда на новые Постанут спектакли Если я не ошибаюсь Там по миллиону рублей В год Выделяется Конечно Это ненормально Поэтому к нам Не едут В общем хотите Чтобы наши театры Наши театры работали Чтобы наши режиссеры Не уезжали Там поработали Ну они же все театры Доскатировали Больше своей массе И в великом городе Москва Давайте поможем Разумеется Там денег Больше Больше да Без этого не бывает Уж потом конечно Когда есть вложение Тогда можно Требуде Определенную Коммерческую отдачу До этого Надо вложиться Чтобы получить Чтобы заработало Да С этим плохо У нас Вот в этой части Выживают Ну вот хотелось Чтобы не выживали Как раз А все таки жили Так же Как в Коминтерне Жители В зерках Год 2018 Чтобы жили Как среди А не 1918 Да Юрий Шлеминзон Депутат Кировской городской думы Председатель наблюдательного совета Телекомпании Гран-ТВ В нашей студии Я хотела попросить вас Все таки сказать Еще Вот о чем Завтра Киров Кировчане Будут прощаться С Маратом Френкелем Который на протяжении Долгих лет Возглавлял наш Кировский Гидрометеоцентр Да Был членом Общественной палаты В этой студии Бывал неоднократно Экологические темы Мы поднимали И Марат Аширович В общем Надо сказать Не боялся никого Такой Ух Вот Печальное конечно Звездие Соболезнования Родным и близким Марата Ашировича Мне довелось Практически все Существующие созывы Общественной палаты С ним рядом работать Он очень был активен Всегда Очень переживал За жизнь города Области Очень ответственно Относился К своим общественным поручениям И поэтому Надо ему отдать должное Что Я думаю Что его долго будут помнить Человек был достаточно честный Хоть иногда я ошибался В прогнозах Ну Это часть работы Мы не будем Часть работы Синоптика Она такая У всех Но очень Жалко Что такой человек Ушел из жизни Ну нам его тоже конечно Будет очень не хватать Я всем кировчанам Которые хотят попрощаться С Маратом Ашировичем Напоминаю Что прощание будет завтра С 10 до 11 В ДНТ Областной дом народного творчества Это Октябрьский проспект 38 То есть перекресток Октябрьского проспекта И профсоюзный Вот пожалуйста Подходите Можно будет туда Подойти И попрощаться На этом я так думаю Что мы с Юрием Львовичем Наверное и завершать будем Программу сегодняшнюю Я думаю да Я благодарю Юрия Шлемензова Депутата Кировской городской думы Вот С нашими слушателями прощаюсь Надеюсь что сегодня К вечеру Наш сайт все таки Заработает в полном объеме И переслушать нашу программу Спасибо всем кто нас слушал И я жду вопросы К следующей программе Спасибо До свидания Особое мнение На 101FM Спасибо